Вечер добрый, друзья! Не знаю, как хорошо или плохо меня слышно, давно мы с вами не общались. Очередная трансляция. Думаю, что мы сегодня поговорим на разные темы. В первую очередь, позвольте поздравить вас с праздником, большим праздником, введением во храм Престой Богородицы. Напомню, что этот праздник символизирует пришествие. По традиции, скажем так, приводили детей в храм, так же, как и мы сегодня должны на восьмой день приводить, приносить детей в храм. Тогда, в трехлетний возраст, привели Богородицу в храм, то есть отдали ее на служение Богу, где она познавала и изучала Священное Писание, занималась рукоелием. И Богородица так вот духовно возрастала до 13-14 лет до момента ее уже времени, когда нужно было ее отдавать замуж. Поэтому одно из важных событий, которое произошло именно в Благовещении, ой, Благовещении, прошу прощения, введение во храм Престой Богородицы, то, что ее, на удивление всем, в том числе и ангельскому миру, ввели в святые святые, прообразно, это сегодня алтарь, а тогда это в святые святые, где находился ковчег со скрижалями заповедей Божьих, ветхозаветных, как вы помните. Вот. И что стало вообще нонсенсом. Почему? Потому что в святые святые заходил только первый священник раз в году. То есть по очереди это совершалось, но чтобы завести ребенка в святые святые, это, конечно, был такой удивительный момент. Вот. Поэтому у нас такое Божие делание, такое событие евангельское, которое мы сугубо отмечаем. То есть тут уже Господь Богородицу отметил таким промыслительным образом. Ну, надеюсь, вы будете сегодня активны, задавать свои вопросы. Я, конечно же, с радостью постараюсь на них ответить. Как обычно, напомню, наши трансляции проходят в воскресенье в 9 вечера. Поэтому, кто хочет участвовать в них, смотреть их, пожалуйста, буду рад вместе с вами пообщаться. Каждое воскресенье в ВКонтакте с моей страницы. Ну, если у вас есть вопросы, буду рад отвечать. Ну, вот первый вопрос. Марина Савельева. Добрый вечер, добрый. А это достоверное предание о ведении Марии в алтарь. Алтарь – это современный термин, более позже он появился. Многие подвергаются мнению. Есть священное писание, есть священное предание. Поэтому однозначно то, что Захарий Елизавет, Захарий, как бы был первосвященник, и то, что есть определенная и евангельская связь с этим событием, она однозначно подтверждает это. И три месяца, когда и положение была Богородица, она у своей сестры Елизаветы жила. И тут очень много можно, скажем так, привести на связь, параллель как младенчества, так и взрослого возраста. То есть, потому что чаще всего, почему я Захарию озвучиваю, не из-за того, что Захарий ввел Богородицу, подвергать сомнению. Да, по сути, есть люди, которые все, что связано с Богом, могут или иногда хотят подвергать сомнению какому-то подтверждению. Верующему человеку, по сути, оказывать ничего не нужно, поэтому он и верующий. Он верует, доверяет. Если не верить Богу, то и себе рано или поздно не поверишь. Все подвержен сомнению. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если можно, следующий вопрос, чтобы не терять времени. Ну, пока вы пишете следующий вопрос, я отвечу на один из которых задавали в течение этой недели вопросы. Опять их, как обычно, всегда много. Но один из самых больших задаваемых в течение этой недели, это связано с постом. Вы знаете, что сейчас начался пост. Пост рождественский, еще его называют Филипповым. Почему так именуется? Потому что он начинается со дня памяти апостола Филиппа, а заканчивается на праздник Рождество Господа и Спаса Нашего из Христа. Поэтому он не такой, скажем так, строгий, как Википост, но, конечно, это, безусловно, подвиг, который нужно понести. Пост – это сугубое время, когда уделяем мы внимание своей душе. Я часто об этом говорю, и в течение поста обязательно нужно поисповедать, причаститься в пост у нас в соборование совершается, сугубое таинство, в котором мы обращаемся к Господу о врачевании души и тела. И я думаю, что на соборование тоже нужно посходить, посетить, помолиться. Это вот относительно поста. Если есть какая-то немощь сугубая, которая может повлиять на ухудшение здоровья, то, конечно, нужно посоветоваться с батюшкой, который уже вам скажет или порекомендует, как вам поститься, от чего воздерживаться, как, чтобы не навредить себе, ни телесно, ни духовно. Еще один вопрос относительно поста задавали, вот по поводу сухоедения. В календарях мы видим, сухоедение написано, но это устав больше монашеский, потому что общежительное идет, как бы, такое, как в монастыре. Общежительное живут по уставу, поэтому едят как бы все одно и то же. В семье это более проблематично делать, потому что, допустим, кто-то не пастит, а по той или иной причине ему отдельно надо готовить, себя отдельно, поэтому, тем паче, сухоедение практически невозможно, а порой даже и не нужно, потому что это сугубый такой подвиг, на который тоже нужно брать благословение, потому что наши физические возможности не всегда совпадают с нашими желаниями. Вот это относительно поста, но пост это сугубое время, которое нам помогает для врачевания нашей души. Даже есть такое выражение, пост, послушание превыше поста и молитвы. То есть, почему послушание превыше? Потому что не заменяет, но превыше. Потому что в нем проявляется смирение, терпение, чем можно победить Господа. Но, как вы помните, когда Господь исцелел одного из бесноватых, ученики спросили, как можно было ему еще помочь. На что Господь сказал, что только постом и молитвой. Поэтому это очень два таких крыла важных, которые возносят нашу душу Богу. Ну, давайте вопросы. Я напоследок заострил внимание, отвечу на ваши вопросы с радостью. Буду вам духовно полезным. Многих вижу здесь знакомые лица, которые часто и в реальной жизни задают вопросы. Так, почему вы перестали выходить в эфир через группу Батюшки Онлайн? Ну, проект хороший, в принципе. Ну, тут немножко мы, не знаю, я немножко другого ждал этого проекта от его руководителей. Батюшка Онлайн, я думаю, много пользы принесет. Душам людей. Ну, у меня немножко свое видение этого проекта. Я хотел здесь ВКонтакте вести трансляции, но не особо поддерживают инициативу некоторых священников. Я считаю, что в первую очередь этот проект должен приводить к Богу, а не к священнику. Поэтому тут какие-то более, скажем так, духовные личные моменты. Поэтому, если вам будет интересно, Марина, можете куратору этого проекта написать и спросить, почему вот священник Константин не ведет трансляции. Может быть, и она вам ответит. Вообще, проект очень хороший. Ничего против него не замечательный проект. Подписывайтесь. Я думаю, вы найдете среди других священников те ответы, на которые, может быть, я не отвечу. Очень не жаль. Ну, честно говоря, мне тоже определенная жаль. Ну, как есть. Надеюсь, я все равно отвечу на те вопросы, которые вас, в частности, Марина, интересуют. Вообще, меня нормально слышно, не тихо. Ну, я так понял, хорошо слышу. Ну, задавайте свои вопросы, если таковые есть. Спасибо вас и благодарю за ответ. Если есть, сразу же отвечу. Вообще, достаточно. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Аклеский. Если не третий человек заходит в храм, это считается грехом. Вы знаете, вот, к сожалению, почему-то вот человеческий разум, может быть, более смягчается. Почему человеку часто тяжело войти в храм? Потому что его гложет совесть, ему стыдно. Он не может какие-то пойти на исповедь, в чем-то раскрыться. А вот какой-то пардокс, когда человек выпьет. Я ни в коем случае не призываю выпить. Надо в чистом разуме это делать. Но когда человек выпьет, он более смелый и заходит в храм и готов с батюшкой по душам поговорить. То есть, грешно ли это? Ну, определенное может быть и грешно, что ты в не совсем достойном, в благоговейном состоянии заходишь в храм. С одной стороны, да. С другой стороны, мы не можем знать, по какой причине человек выпил и выгонять его из храма, если он не буянит, если он никому не пристает, а спокойно встал, помолиться. Ну, слава богу, что он пришел. Хотя бы пока в таком состоянии пришел. А завтра, может, в трезвом придет. Ну, а разве будет лучше, если его выгнать, сказать, иди отсюда, ты пьяный и тому подобное. Я думаю, не нужно так. Надо все-таки поступать по любви. Ну, а, конечно, если он дебоширит, беспорядок, но это не то место, где это уместно. Ну, вот он может там пойти, ну, да, не хочет даже описывать те места, где он мог бы себя так вести. Все должно быть по совести. Ну, может быть, в какой-то мере и где-то и грешно. Ну, опять-таки, мы не сердцевец, никак Господь, поэтому судить его не нужно. Неизвестно, как мы отступимся в том или ином грехе. Незря святые отцы говорят, в чем обсуждаешь, в том и побываешь. Поэтому, я думаю, надо... Вот сегодня Иванское чтение, прошу прощения, не Иванское, а в апостольском чтении, мы слышали такие слова, что друг друга тяготы носите, если кто оступился, поддержите его, но сами будьте аккуратны. Я уже как бы по-русски перевожу. Аккуратны в чем? Чтобы не соблазниться и тоже не оступиться в этом грехе. Я думаю, так правильно, что Господь говорит, в том и исполните закон Христов. Почему еще так говорит? Потому что этой добродетелю мы укрепляем свою веру. А вера без добрых дел мертва есть, как мы знаем. Поэтому, если не ваше, да пусть стоит молиться, лишь бы никого не трогал. Вы знаете, просто вот здесь замечательный такой многочастный, я бы сказал, фильм из многих частей, называется притчей. Вот в одной из частей притчи, как к одной женщине, Господь приходил в нескольких обличьях, такой набожной, и в нуждающейся женщине с ребенком на руках, и в пьянице, и в мальчишке, которого хотели побить другие мальчишки. То есть, вот Господь ей потом говорит, что вот я к тебе приходила, ты на стол накрыла и ждала меня, а только не приняла. Она говорит, как же я тебя не приняла? Ну, потому что вот ты отвергла. Разве ты не знала, что, не слышала, что я хотел кушать, то есть алкал, а ты меня не накормила. Вот я приходил в виде пьяницы, просил тебя кусли хлеба, а ты мне не дала. Приютить в доме своем, ты меня не приютила. То есть, мальчишку, когда она выгнала, что у нее из-за того, что он грязный, в грязную обувь. То есть, мы смотрим внешне, но не задумываясь, что у человека внутри. А на самом деле, я уже сталкивался, Господь сподобил меня с такими случаями столкнуться, когда он внешне просто мрак, а внутри ты понимаешь, что он святой человек. Есть даже тебе, священнику, чему у него поучиться. А потом человек искупался, ты помог ему в этом плане, погромил его, и совсем другой человек перед тобой предстает. К сожалению, это наша проблема, что мы людей воспринимаем внешне, а не внутренне. Вот, ну, были вопросы, сейчас, секунду, я прочитаю. Отец Данил Сысоев говорит, что если муж ставит выбор между Богом и Ним, то надо выбирать Бога. А, выбор между... А, все, все, я понял, прошу прощения. Выбор между мужем и Богом, то выбирать Бога. Но, с одной стороны, как бы он прав, в большей степени можно с ним согласиться. Почему? Основываясь на словах самого же Господа, он говорит, что кто возлюбит больше меня отца, матери, сына, дочь, ну, в том числе, можно сказать, мужа, то не достойно меня. Но, опять-таки, в чем этот выбор состоит? Тут можно замудроваться. От Бога, если тебя никто не отказывает, то же самое муж не говорит, что откажись от Бога и не ходи в храм и тому подобное, а спокойно относится к твоему вероисповеданию, то зачем от него отказываться? Тут очень все индивидуально. В чем выбор состоит? Тут конкретизировать надо. Но ради Бога мы должны от многих вещей отказаться. Вспомните, когда Авраам вознес руку свою над Исааком, убить его. Единственный сын, долгожданный, Господь его испытывал таким образом. И он вознес эту руку, но ангел остановил его руку и сказал, вот бараша, которого ты можешь принести в жертву Богу, а Господь принимает твою верность. То есть, порой Господь по-разному испытывает нас, но готовы ли мы к этим испытаемым? Мы часто просим дару, Господи, терпения, смирения. А Господь нам попускает какие-то ситуации? А мы начинаем, ой, Господи, зачем ты попустил эту ситуацию? Так ты же простил терпение, смирение. А как ты можешь его получить без испытаний? Как можно достигнуть успеха спортсмену, если ты не предлагаешь физические усилия, каких-то даже порой очень тяжелых? Чего просим, то и получаем. Так, добрый вечер. Добрый вечер. Если человек начинает понимать, что он не нужен людям, впал в дипломерию, что делать? Чаще всего это заблуждение. Что значит понимать, что не нужно людям? Нет такого человека, который не нужен. Любой нужен. И с хорошей стороны, и с плохой стороны. Как понять, с плохой стороны? Это какие-то алчные моменты, выгоды, когда человек тебя использует. Тоже нужен? Тоже нужен. А если с доброй стороны нужен, так, тем паче. Каждый человек нужен. В большей или меньшей степени. Нет такого, что человек кому-то не нужен. Это не игрушка, как наигрались и бросили. Просто мы иногда недопонимаем, кому и зачем мы нужны. А самое главное, нужны мы Богу. А если мы понимаем, что мы нужны Богу, мы не впадаем в депрессии. С Богом никогда мы не будем ощущать пустоты. Почему? Потому что вот изумительные, всем комендую Акафи, слава Богу за все. Там есть изумительные слова. У кого в сердце Господь, там свет и радость. Поэтому не будет никогда пустоты и депрессии, потому что там Господь. А как он может быть через добродетелю, через молитву, через покаяние, соединение с Господом в причастие, Господь заполнить эту пустоту и не будет депрессии. А депрессия, если мы переведем ее равенством на духовный смысл, это ущемление гордыни. Вот меня недолюбили, вот меня недооценили. Это гордыня в человеке играет. И тогда он уже развивается. Это депрессия, гордыня, уныние. А уныние это уже смертный грех. Поэтому, если мы будем переводить все в духовный смысл, все элементарно и просто. Надо немножко проверить терпение, смирение. И кто тебя по смирению твоему вознаградит. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. А есть ли еще вопросы, мои дорогие братья и сестры? Батюшка, благослови Богу, благослови Валерия. Так, на чтение Акафиста Николая Чудотворцу. Конечно, давайте сделаем так. Я вот на долгий период не благословляю. Почему? Потому что могут быть разными испытаниями, искушения, или даже самого человека, какой-то нерадейник, послушанием. Давайте так. Я вас на неделечку благословлю во имя Отца и Синстагадуха. А потом вы в личку мне напишите, как у вас читалось. Может быть, что-то по вашей конкретной ситуации вам другое что-то нужно почитать. Поэтому давайте пока на неделечку. Надеюсь, вы мне в личку потом напишите. Что общего между христианами, мусульманами и буддистами? Тяжеловатый вопрос, признаюсь честно. Что общего? Вообще, честно говоря, разное. Но вот между мусульманами и христианами, общий Христос. Мы его почитаем как Бога, а не как пророка. К сожалению, не как Бога. Хотя, у них есть сура о благовещении, как Божия Матерь зачла от Духа Сятага. То есть, у них есть этот трактат, скажем так. Почему они признают Христа как Бога, вот это уже парадокс. признавая трактат о непорочном зачатии Божьей Матери, Мариам. Что с буддизмом? Ну, вот с буддизмом у нас вообще что-то вряд ли общего. Почему? Потому что в буддизме вообще нету Бога. Такожи человек может стать Богом. Но это уже признак прелести, гордыни сугубой. Поэтому Бог у нас только един. Отец, Сын и Дух Святой. Но троечный в лицах. Поэтому с буддизмом у нас практически, ну, не знаю чего общего. Какой-то символизм можно найти. Какую-то схожесть. Ну, если сильно поискать, то уже можно найти. А вот если глобально, духовно, то ничего общего. А вообще, если в человеческом факторе, то мы все творение Божие от Адама и Евы. Вот только этим, наверное, можно объединиться в что-то общее. А так, ничего общего. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то я рад был с вами пообщаться, дорогие братья и сестры. Позвольте еще раз вас поздравить всех с праздником введения во храм Престой Богородицы. Для меня это сугубый праздник. Почему? Потому что первый храм, где конкретно я служил шатным священником, носил наименование, был освящен в честь этого праздника. Для меня это очень близкий такой момент. И храм замечательный. Такой, знаете, очень весь зеленью, домашними цветами обставлен. Такой маленький рай. Поэтому для меня это очень близкий праздник. Поэтому и вас поздравляю, желаю вам такой же радости и добрых воспоминаний с этим праздником. Храни вас Господь, Божьей помощи. Ну, сейчас я пожелаю, потом отвечу на вопрос, который сейчас написать. И на этом, наверное, сегодня все. Божьей помощи на предстоящую неделю. Надеюсь, что поздно для вас будет протекать спасительно и нужно для вашей души. отвечаю на вопрос и на этом все. Владислав задал вопрос. В чем разница между священником и монахом? Монах это священник, уже отрекся от земной жизни. Ему уже чувство, скажем так, материальное. Он живет в общежительном состоянии, среди монаха. Он несет свое послушание. Ему дается другое имя. Чаще всего как прикрещение дается имя в честь того, кого мы крестимся небесного покрытия, так и монаху. А священник есть иромонах, то есть священник, но в монашестве. А просто священник это женатый, семейный человек, служащий Богу. Скажите, пожалуйста, почему когда ставишь свечи в церкви, они чернеют? Ну, тут большая тема, в двух словах не ответишь. Может быть, ведь свечи не всегда масковые, но бывают парафиновые, разный состав, поэтому может быть разные проявления. Бывает разный храм, большой и маленький, начинает коптить. Очень много причин почему чернеет, коптят и тому подобное. В том числе температурные какие-то моменты могут быть. Но, мои родные, еще раз вас поздравляю с праздником. Многие вопросы, которые вы задаете, они очень индивидуальные. Их нужно рассматривать в сети вашей ситуации. Вы должны это понимать, потому что на все вопросы общими фразами не отвечишь. поэтому, если есть какая-то конкретная ситуация, пишите в личку. Я попытаюсь с духовной стороны просмотреть, разобраться и надеюсь с духовной стороны дам вам правильный ответ для спасения вашей души. Храни вас Господь. С вами был Священник Константин Мальцев. Это видео будет загружено на мой YouTube канал. Называется он Боголюб. Надеюсь, и там вы найдете какие-то ответы для себя, где будут другие транслировки.